Всем привет! Мы на вечеринке Атланта в Москва Холл и с нами наш гость диджей Пил Ван. Привет, как твое настроение, как жизнь? Привет, все хорошо, настроение отличное, все здорово. Слушай, давай поговорим о насущем, о трэпе, который происходит здесь сегодня. Твое отношение к трэпу непосредственно, да, ты один из ведущих диджеев, играющих трэп в нашей стране. Расскажи свое отношение к этой музыке. Слушай, ну это здорово, что вообще новые стили музыки появляются. Я люблю за любой ньюскул, как бы любое, есть время музыки, любое, она проходит и уходит. Надеюсь, что как бы трэп не задержится надолго и появится новая, более интересная музыка. Но вообще в планах, я думаю, все уйдет на южняк. То есть все будет так же, вся та же пружинистость, но то есть более юзная, чем такая демная. Поэтому, я думаю, все уйдет в рэп, в южняк и во все это такое дело. Ну как ты думаешь, смотри, есть такое мнение, что трэп умирает и вообще люди все меньше и меньше ходят. Как ты к этому относишься? Как ты думаешь, начинающим организаторам, вечеринкам завлекать народ на трэп, вечеринки? Слушай, ну если ты думаешь, что трэп умирает, то ты не был на АВГ. Как бы у нас ничего не умирает, на АВГ так же много народу, так же отлично. Будут привозы только все больше и больше, вака-флака, rap-мьюзик. То есть мы только растем, у нас ничего не умирает. Так же, как и в городах, я летаю по 10 городов в месяц, везде по тысячу, по-голосу тысячу человек. Молодые организаторы просто пока молодые, поэтому у них плохо получается, а не потому что трэп умирает. Скажи, мода, трэп, музыка, хип-хоп всегда неразрывные. Как ты относишься к этому мнению, что для тебя мода в музыке? Слушай, мода никакой нету, просто делай так, чтобы как тебе нравилось выглядеть, как бы в этом вся мода. Одеваться так, как ты не хочешь, но это потому что модно, это тупо. Поэтому не тупо, только так, как тебе комфортно. Наверное, как-то так. Скажи, вот как тебе удается играть уникальные сеты, при том, что на вечеринках обычно от там трех до шести-семи диджеев и основная какая-то категория таких, ну, основной музыки, да, хитов определенная. Как ты лавируешь в этом потоке? Ты слушаешь кого-то из диджеев или как ты играешь вообще в свои сеты? Слушай, ну, во-первых, очень много игрок авторской музыки, то есть именно своей, у которых просто никого нет. Очень много мы дружим с пацанами, которые пишут музыку и в Казахстане, и в России, и везде во Владике пишут музыку, в Хабаровске пишут, ну, вообще везде, в Алма-Ате. То есть, ну, пацаны сами выходят на диджиков, диджики выходят на пацанов, и, по идее, так и должно быть, так в мире и происходит. Когда крутые продюсеры связываются с диджиками и дают им эксклюзивные треки, в то же время диджики играют треки чуваков. Ну, то есть мы потихоньку с опозданием лет на 20-30 догоняем мир. Ну, так всегда, в принципе, у нас в русском рэпе. Расскажи о своем авторстве, когда от тебя ждут чего-то. Все помнят твой клип, да, там, с СТ и Элваном, мало-мало, да? От тебя чего творчество, ну, вот, авторского? Что от тебя ждать, не ждать? Слушай, выходит трэп и пишка из семи треков с Элваном у нас скоро. Вышел недавно Луи Пастер, наш по-продюсерски именно дуэт с пацаном, который был на LiveMixTapes.com, на 3HD, на ClubTapes.com. Выходит сертифицит рэп, пятая часть с нами, с ЭВГ. Не, у нас все круто, все как бы развивается, у нас куча народу, и я точно не могу сказать, что трэп, типа, ну, умирает, там, или еще что-то. Не, у нас все кайф. Давай тогда последний традиционный вопрос, посоветуй тем, кто смотрит нас что-нибудь послушать от себя лично. Что бы ты посоветовал послушать? LiveMixTapes.com, 3HD.com, ClubTapes.com. Все, спасибо. Ваня Тиши, DJ Peel One, специально для iFamous.me